По сценарию в полседьмого утра при подъезде к Карачеву легковой автомобиль не подчиняется команде сотрудника ДПС остановиться. Наряд ГАИ, сообщив об этом в дежурную часть местного ОВД, начинает преследование. Бандиты, открыв стрельбу по автомобилям ДПС, двигаются в центр города. В автостанции выскакивают из машины, захватывают около десяти заложников из числа пассажиров и укрываются с ними в здании. В Карачеве вводится режим контртеррористической операции. Работа оперативного штаба, прибывшего в Карачев, идет недалеко от места событий. В городском ДК здесь руководители всех силовых ведомств Брянщины, в соседнем зале группа управления взаимодействия. Сюда стекается вся полученная информация и здесь же принимаются все главные решения. Уже в 10.20 на переговоры с террористами выходит сотрудник ФСБ. Требования террористов – один миллион евро, прямой телеэфир для обращения к руководству страны, автобус для выезда в аэропорт Брянской, заправленный топливом самолет. В случае невыполнения требований грозят расправы с заложниками. Через 40 минут террористам передается пакет с деньгами – половина требуемой суммы. В обмен на деньги преступники отпускают женщин. Когда террористы начинают угрожать расстрелом заложников, оперативный штаб принимает решение о проведении операции по силовому обезвреживанию преступников и освобождению людей в автобусе. К автовокзалу выдвигается милицейский спецназ. В ходе штурма трое террористов нейтрализованы. Правда, один из них успел привести в действие взрывное устройство. На автобусе начинается пожар, но главная цель уже достигнута – заложники освобождены. А с огнем успешно справляются бойцы МЧС. Жертв среди заложников, гражданского населения и участников контртеррористической операции нет. Никакой город России, ни район не является сегодня исключением для развития подобных событий. И прежде всего я должен отметить, что обращаясь к населению, они с пониманием подошли к этому вопросу. И никаких нареканий в адрес действий спецслужб не было. Такие масштабные учения лишний раз доказывают, что силовые структуры Брянской области относятся к своей службе со всей серьезностью и ответственностью. Александр Новиков, Владимир Родин. События. Карачев.